Всем доброго времени суток. С вами Роман, автор телеграм-каналов Neerogen News и Neerogen искусство. И сегодня в данном видео мы рассмотрим такую тему, как установка собственных моделей апскейлеров для Stable Diffusion. Апскейлеры в Stable Diffusion необходимы для того, чтобы увеличить итоговое разрешение вашего изображения. Дело в том, что генерация изображения в большом разрешении, то есть, например, в Full HD или даже HD, потребляет огромное количество видеопамяти. И не все видеокарты смогут это сделать. Поэтому есть небольшая хитрость, как использование апскейлеров. В данном видео я не буду подробно рассказывать о том, как работают апскейлеры, пробегусь лишь вкратце. Апскейлеры, которые мы сегодня будем рассматривать, тоже являются нейронными сетями, которые были разработаны специально для улучшения изображений, для увеличения их разрешения. Как раз таки функция Харис Фиксы построена на основе использования апскейлеров. Здесь у меня уже установлены дополнительные модели, о которых мы будем говорить позже. Тем не менее, давайте пробежимся по основным. Как правило, для апскейла используются модели Эзерган, ЛДСР, Свин ИР и РЭзерган. В принципе, данные модели довольно хорошо справляются со своей задачей. Самое лучшее, пожалуй, по моему опыту является ЛДСР, но ее самый главный минус – то, что она очень долго работает. Процесс улучшения картинки происходит очень долго. Эзерган и РЭзерган в принципе справляются со своей задачей. Кроме того, они довольно-таки экономно подходят к процессу расходования видеопамяти, но их результаты все-таки довольно-таки далеки от специально притренированных моделей, которые тоже основаны на базе Эзерган. Существует несколько различных сайтов для поиска и загрузки данных моделей. Один из самых основных и самый крупный – это сайт upscale.wiki и как раз таки страничка модель Database. Здесь вы можете найти как раз таки необходимые модели, которые вам нужны под ваши задачи. То есть смотрите, здесь у нас есть название модели и информация об ее авторе, о том, на какой скейл она натренирована была, то есть во сколько раз она должна была увеличивать. Не обращайте внимания на то, что, допустим, она стоит X4, потому что она прекрасно будет работать и на X2. Это не значит, что она только на одно разрешение заточена. И здесь же будет как раз таки ее описание, то есть для чего эта модель изначально тренировалась. Исходя из этих данных, вы можете как раз таки подобрать для себя ту модель, которая вам больше понравится. У некоторых моделей, в том числе, есть сэмпл. То есть, например, если мы сейчас откроем ссылку, то мы можем увидеть пример ее работы. Не у всех моделей, к сожалению, есть данные примеры, тем не менее, у некоторых есть и думаю, это будет полезно. Также, смотрите, здесь все разбито по категориям, то есть начинается у нас с универсальных моделей, которые созданы для абсолютно всего и подойдут для абсолютно всего. Модели, которые заточены больше под реалистичные фотографии, под арт и под аниме. То есть, в принципе, каждый сможет найти здесь ту модель, которая вам больше подойдет. Если пролистнуть ниже, то можно найти совсем уж экзотичные примеры, например, для манги, или же, предположим, для исправления артефактов JPEG, для стилизации, или же для работы с текстом. Кроме этого, есть официальный сайт разработчика Numkrad. Его модели были перечислены, в том числе, на прошлом сайте, но здесь его личная подборка. Кроме этого, существует отдельный веб-архив, в котором вы можете посмотреть все публичные модели разработчика Numkrad и выбрать для себя ту модель, которая вам больше понравится. Дело в том, что все модели отличаются по своей работе, и результат может вас либо устроить, либо не устроить, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Итак, давайте теперь рассмотрим то, как можно скачать и установить данные модели в наш Stable Diffusion. Давайте рассмотрим это на примере сайта Upscale Wiki. Заходим, получается, на страницу, выбираем название модели, переходим. Здесь у нас как раз-таки открывается, в данном случае у нас открывается папка с моделями. Разработчик решил разместить ее на Google Disk. Что ж, пусть будет так. Выбираем, допустим, какую-то модель, которая нас заинтересовала. Выбираем загрузить. Вот как раз-таки у нас скачалась модель. Теперь мы должны ее взять и скопировать по следующему пути. Открываем нашу папку со Stable Diffusion, переходим в папку Models, затем открываем папку Ethergan и закидываем туда нашу скачанную модель. Для демонстрации работы Upscale я заранее приготовил данное изображение. Сейчас я выключу, получается, Haris Fix, чтобы было понятно, что данная картинка была сгенерирована без него. Давайте заново генерируем. Качество, в принципе, картинки хорошее, но хотелось бы разрешение получше. Поэтому для этого мы нажимаем кнопку Haris Fix, выбираем здесь Upscale. У меня стоит сейчас Ethergan, давайте его и оставим. То есть посмотрим, как работает встроенный Upscale в Stable Diffusion. Оставляем параметры Dinosaur Strange 0.25, чтобы, в принципе, нам немножечко дорисовало картиночку, но не сильно исказило то, что на ней изображено. И увеличивать будем в два раза. Нажимаем кнопку генерации, здесь у нас все зафиксировано и ждем. Итак, давайте посмотрим изображение, которое у нас получилось. Изображение действительно стало больше. Оно довольно-таки резко, но я не знаю, смогу ли я вам сейчас показать здесь. Да, в принципе, смогу. Думаю, вы заметите ли, что появился эффект каких-то артефактов, какой-то рисовки. Хотя изображение изначально позиционировалось, ну, как фотореалистичное. То есть Upscale все-таки поменял мелкие детали, слегка, ну, испортив картинку. Давайте теперь выберем другую модель. Лично я использую данный список моделей. Это мой выбор под вкус, скажем так. Самые универсальные модели здесь это 4X Ultra Sharp, 4X Valar и получается 4X Universal Upscale Sharp. Здесь, смотрите, вы можете выбрать необходимую степень резкости для вас. Я использую самую-самую резкую, как правило. Но это чисто дело вкуса. Давайте сейчас выберем 4X Ultra Sharp. Это довольно популярная модель для Upscale. Многие ей пользуются. И мы сейчас, получается, тоже посмотрим, как она отработает. Так, давайте снова посмотрим наше итоговое изображение. И здесь уже результат, в принципе, видно, что результат намного-намного лучше. Здесь уже нет тех артефактов, которые были. Изображение, ну, как мне кажется, немножечко мыльновато. То есть, ему не хватает резкости. Тем не менее, тем не менее, здесь нет артефактов, которые были на базовой модели EtherGun. Давайте пойдем дальше. Не будем долго задерживаться. Выберем модель... Как раз-таки давайте выберем еще модель 4X Valar. Данная модель позиционируется как очень универсальная модель. И закончим моделью 8X Faces. Это одна из моих самых любимых моделей. Она очень хорошо подходит для фотореалистичных портретов. Смотрите, данная картинка стала уже более резкой. Опять же, снизился эффект фотореалистичности. Но зато, в принципе, в принципе, наши детали, наше лицо стало немножечко более резким. И последняя модель 8X Faces. Генерируем. И, как я уже говорил, данная модель заточена как раз-таки под фотореалистичные портреты. И, как мне кажется, здесь у нас как раз-таки получился самый интересный вариант. У нас появилась текстура кожи. Вы можете посмотреть это на лбу. У нас появилась текстура кожи на щеках. И, в целом, при такой детализации резкой картинки, эффект фотореалистичности... Ну, будем честны, хоть и есть, но есть проблемы, которые по уму надо доводить инпейнтам. То есть, по-хорошему переделать глаза, немножечко еще улучшить текстуру кожи. Но сейчас это не важно, потому что мы в целом смотрели работу апскейлеров, а не само качество генерации. Ну и, в принципе, на этом все. Думаю, благодаря этому видео вы сможете найти и скачать необходимые вам модели для апскейла. Возможно, вы подберете как раз-таки ту, которая вам больше понравится. Возможно, вам понравятся те модели, которые я рассказал. Возможно, вам понравятся те модели, о которых я рассказал в данном видео. Все ссылки, а также короткую инструкцию я загружу в описании под этим видео. Ну и всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующих видео и пока.